Беларусь страна-партнер БРИКС. Решение, принятое в Казани, стало для Минска начало нового и очень важного пути. Но для тех, кто еще не осознает значимости события, только одна цифра. Объединение с общим ВВП в 60 триллионов долларов. Это заявка на мировой успех. Ну а теперь к деталям. Пройти через такой статус обязательно условия для дальнейшего членства, но в копилку геополитических побед двухдневный марафон Александра Лукашенко в Казани точно можно занести. Формат БРИКС плюс Аутвич. Шесть больших интервью. Столько же встреч с коллегами из разных стран. Но главное, Беларусь в тренде благодаря позиции и мессенджерам. То, что мы говорим не первый год, сегодня начали повторять многие партнеры. Это уход от доллара, несколько центров силы и, наконец, мирные решения конфликтов. Вроде список и простой, но такой сложный для отдельных государств. Что БРИКС насущный нам готовит? Сюжет Алексея Волкова. Казнь в Казани, однополярного мира. Да, БРИКС, заявленный как клуб по интересам, зачеркнул, кажется, все галочки в дневнике геополитика. Прототип своей валюты есть. Общая позиция по военным конфликтам, помечаем. И, наконец, расширение влияния. 13 стран получили статус партнера. Первая по алфавиту – Беларусь. Мы готовы стать активным участником объединения. Беларусь – традиционно ответственный и эффективный партнер. Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Лукашенко в своих словах четок и последователен, за что партнеры и уважают. Ключевое событие для нашей страны произошло в формате БРИКС плюс Аутрич. С нами Турция, Казахстан, Алжир, Индонезия. И истерика у западных партнеров, которые постоянно пытаются изолировать Беларусь и хозяина саммита – Россию. Запад окрестил Путина изгоем и ввел экономические санкции. Как можно показать, что давление не работает? Провести саммит – именно это и делает Путин. Ясный сигнал заключается в том, что попытки изолировать Россию провалились. Путин возвращается на мировую арену, принимая 36 лидеров на саммите БРИКС в России. Запад в ярости, так как генеральный секретарь ООН принимает приглашения на встречу стран, таких как Китай, Индия и Иран. Пока в Казани у БРИКС был аутрич, Индия и Южная Африка были аутофрич – вне досягаемости для Лондона. Малозаметный, но болезненный излом для Запада. Кейптаун и Нью-Дели ради Казани отказались поехать на Самуа, где Великобритания собирала настоящие и бывшие колонии на свой саммит. Бывший гегемон слабеет. И, собственно, зачем им сотрудничать с этим гегемоном, зачем делать реверанса в отношении британской короны, если колонии повзрослели. Более того, сотрудничество с Лондоном служит для них лишним напоминанием об этом колониальном прошлом, о преследовании, назовем вещи своими именами, геноциде коренных народов этих самых бывших колоний. Но саммит – это всегда повод собраться, а дальше как пойдет. И тут о работоспособности президента Беларуси позавидует каждый. Шесть больших интервью за два дня и встречи с лидерами Лаоса, Вьетнама, Ирана, Венесуэлы, Эфиопии и, наконец, генсеком ООН. Вы первый генсек, который открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки. И вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна, а абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мной в том числе. И вы должны знать, что мы всегда будем рядом с вами, что касается мира и войны. Мы за мир, мы за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов. Подарок Гутеррешу Аист. Понятнее символа, за что выступает Беларусь на мировой арене и не придумать. Но президент для непонятливых в интервью BBC проговорит. Войне в Украине надо положить конец. Кажется, на этот раз у журналиста Стива Розенберга в голове все состыковалось. Наверное. Как вы видите сейчас возможности мирного урегулирования в Украине? Если вы захотите, я имею ввиду Запад, этот мир может быть установлен. Но вы можете спросить, что для этого надо сделать? Многое надо сделать, но за столом переговоров. Это значит, для начала первым шагом должны быть переговоры. Надо сесть за стол переговоров и традиционно, как уже жизнь выработала, определить план действий за столом переговоров и договариваться о мире. Вслед за Лукашенко еще в первый день саммита до Казани долетела новость о дате президентских выборов в Беларуси. Вопрос первому напрашивался сам собой. Про свои выборы скажете коротко? Сегодня стало известно так. Я первый раз узнал, честное слово. В смысле? 26 января 1925 года, день выборов. 26 января 1925 года, но я когда летел, у нас было 5 дат. 5-2 даты. Ну как, там Александр Шинур, это же президентские выборы. Ребята, по Конституции, ваше право. Садитесь, анализируйте, как лучше для страны, принимайте решение. Не про даты. 26-го. Нет, а вы пойдете? Я просто тебе, ты хочешь, чтобы я впервые в твоей передаче сказал? Именно так. Да, Оля, пойду. Дату выборов в Беларуси, по ощущениям, на Западе ждали даже больше, чем у нас. Раскачивать страну будут, к Байдену не ходи. Но Минск готов. Твердая и четкая позиция от Александра Лукашенко. Интервью из Вести. Я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. И я об этом откровенно говорил. Упрекать только отморозков, которые там бегали по улицам и кричали, нас миллионы. Я постоянно говорил, вот вам карта. На максимуме, на пике, ведь они выходили только в выходные, в субботу, в воскресенье. На максимуме их было 47 тысяч. Вот карта, пожалуйста, легко посчитать. Поэтому везде провокации, провокации. 3% Лукашенко набрал. И все у них было так. Также ясно, президент определяет роль Беларуси в Брикс. Надежный партнер. И да, клуб по интересам на бумаге предлагает реальный результат на деле. Например, лидеры Азербайджана и Армении постоянно обменивались репликами. Как итог, страны на 90% договорились о мире в Нагорном Карабахе. А пробировали на саммите и финансовую систему Брикс Пэй. Пока только на кофе, но план читается. Будет Запад наступать на пятки, используем метод большой дипломатии Лаврова. Тихо, но понятно. Кстати, Беларусь самый западный партнер объединения. Также было из ШОС. Ждем заявлений от ЕС и США с требованием не расширять Брикс на Запад. Один из главных плюсов вхождения Беларуси в Брикс – это передача опыта. У вас его, как говорится, хоть отбавляй. Это, прежде всего, да, и экономический опыт, основанный на сохранении всего конструктивного, что было в Советском Союзе. Это опыт глобального переговорщика по урегулированию конфликтов. Резюмируем. Нечеткие контуры Брикс сегодня – это большой плюс. Объединение, которому исполнилось 18 лет, как политический пластилин. Формируется, ищет свой путь, пробует и ошибается. Но движется вперед и развивается, чтобы в геополитической зрелости занять свое важное место на глобусе. Алексей Волков, Карина Ишкула, Дарья Девяткина. Первый информационный.